В детском саду Арины не была последние года четыре. Ей сейчас одиннадцать, она школьница. Но идея провести летние канюклы в садике ей понравилась сразу, признается девочка. А реальность превзошла все ожидания. Тут мы завтракаем, обедаем, ужинаем, играем, гуляем, какие-то соревнования у нас. Я очень люблю вообще в садике как бы находиться. У меня есть маленькая тревожная сестренка, я каждый выходной езжу к ней на дачу. Поэтому мне очень нравится, мне вообще очень нравится с маленькими играть. Ну и тут как бы, ну все меньше меня, но и поэтому мне нравится тут. Проводят дельфинчики ребята целый день. Помимо развлечений здесь и медицинские процедуры. Островительные ванночки, массаж, физиотерапия, соляная комната. Дети посещают их по показаниям врача. Трехразовое у нас питание, у нас есть дневной сон, чего больше всего родители боялись. Ой, как так, 11 лет, да они же не будут спать. Дети спят, все с удовольствием, даже разбудить не можем. Ну потому что очень много мероприятий, интересно проводят время, наиграются, примут оздоровительные какие-то мероприятия, а потом спят. Самым сложным, признаются в детском саду, было организовать работу с детьми школьного возраста, так как здесь все же привыкли работать с дошколятами. Но, как говорят дельфинчики, подобный опыт пошел на пользу всем. Чтобы найти часть карты, будьте внимательны, не торопитесь. В Антарктиде живет очень опасный хищник, морской леопард. В этом году в дельфинчике всего одна смена в группе 20 человек. Ребята в возрасте от 7 до 11 лет. Здесь не только отдых под присмотром, но и оздоровление. Продолжение следует...